Глава седьмая, в которой тигры решили укоротить. Кролик и Пятачок сидели возле парадной двери дома Винни-Пуха и слушали, что говорит кролик. Винни-Пух тоже сидел с ними. Был дремотный летний полдень, и лес был полон тихих нежных звуков. И все они, казалось, говорили Пуху, не слушай кролика, слушай меня. Поэтому Винни-Пух не занял самую удобную позицию для того, чтобы не слушать кролика. И лишь время от времени открывал глаза и говорил, ах, а потом снова закрывал глаза и говорил, верно, верно. Сам же кролик то и дело серьезно спрашивал, ты понимаешь, что я имею в виду Пятачок? А Пятачок не менее серьезно кивал в ответ, чтобы показать, что он все-все понимает. Словом сказал кролик, забравшись наконец до конца, тигра в последнее время стал таким большим выскочкой, что нам пора его укоротить. А ты как считаешь, Пятачок? Пятачок сказал, что тигра действительно ужасно большой выскочкой, и если можно придумать, как его укоротить, это будет очень хорошая мысль. Я того же мнения сказал кролика, ты что скажешь, Пуху? Пух, вздрогнув, открыл глаза и сказал, крайне, что крайне, спросил кролик. Ты что-то говорил, Пух? Абсолютно. Пятачок потом упухал локтем, Пок и Пух, который все больше и больше чувствовал, что его куда-то уносит, медленно поднялся и начал приходить в себя. Но как нам это сделать, спросил Пятачок. Нам надо дать ему хороший урок, решительно сказал кролик. Какой урок, кролик? В этом-то и вопрос сказал кролик. Слово урок проводило в Винни-Пухе какие-то неясные воспоминания. Там была такая штука, которая называется ЖД-2 и еще Ю-5, сказал он. Кристифер Ромен как-то попытался познакомить меня с ними, но только не вышло. Что не вышло, спросил кролик. Кто не вышел, спросил Пятачок. Пух покачал голову. Я не знаю, сказал он, наверное, ничего не вышло. А о чем мы говорим? Пух сказал Пятачок, укресни. Ты что, не слышал, о чем говорил кролик? Я слышал, но мне попала в ухо какая-то механинка. Повтори, пожалуйста, кролик. Кролик всегда был готов повторять все, что угодно. Поэтому он спросил только, с какого места ему начинать. Винни-Пух ответил, что, конечно, с того места земель попал ему в ухо. Тогда кролик спросил, как это было. Пух ответил, что точно не знает, потому что он не очень внимательно слушал. Но тут Пятачок уладил дело, сказав, что они просто хотели придумать, как им отучить тигру быть выскочкой. Потому что, хотя мы его все любим, то нельзя отрицать, что он ужасный и выскочил. А, понимаю, сказал Пух. Он слишком много прыгает, сказал кролик. И он у нас допрыгается. Пух попытался подумать, но не все, что приходило ему в голову, было совершенно бесполезно. И он тихонько засыпел вот что. Если бы кролик был покрупнее, если бы тигр был посмирнее, глупые игры нашего тигра, кролика бы не смущали нисколько. Если бы только, если бы только, если бы только нашему кролику росту прибавить хоть малую толику. Что там Пух собить, спросил кролик, что-нибудь толковое? Нет, сказал Пух грустно, бестолковое. Ну, а у меня есть идей, сказал кролик, вот какая. Мы возьмем тигру в поход, заведем его куда-нибудь, где он никогда не был, как будто потеряем его там. А на следующий день мы опять его найдем. И тогда, заметьте себе мои слова, тогда тигра будет уже совершенно не тот. Почему, спросил Винни-Пух, потому что он будет скромный тигра, потому что он станет грустным тигрой, смирным тигрой. Тигрой, который говорит, милый кролик, как я рад себя видеть. Вот почему. А будет он рад видеть меня и пяточка? Конечно. Это хорошо, сказал Пух, но я бы не хотел, чтобы он все время был грустным, сказал Пачок нежительно. А тигры никогда не бывают все время грустными, успокоила его кролик. А они удивительно легко снова приходят в хорошее настроение. Я как раз спрашивала Сауу просто для проверки, и она подтвердила, что они удивительно легко приводят в него. Но если нам удастся заставить тигру быть маленьким и грустным хотя бы пять минут, мы уже сделаем доброе дело. А что сказал бы об этом Кристофе Робин, спросил Пятачок. Вот что сказал кролик. Он бы сказал, Пятачок, ты сделал доброе дело, я бы сам его и сделал, если бы я не был так занят. Спасибо тебе, Пятачок, и Богу спасибо, конечно. Пятачок ужасно обрадовался и окончательно поверил, что они затеяли доброе дело. А раз Винни-Пух и Кролик будут в нем участвовать, то в этом добром деле может участвовать и очень маленькое существо, и перед этим спокойно выспаться. После этого остался разрешить единственный вопрос. Где им как будто посередать тигру? Мы заведем его к северному польсу, сказал кролик, потому что весь северный польс мы очень долго открывали, значит тигру придется очень-очень долго его закрывать. Ха-ха-ха. Тут пришла очередь обрадоваться Винни-Пуху, потому что ведь это он первый нашел северный польс, и когда они придут туда, тигр увидит надпись, которая гласит, открыт Винни-Пухом, пух его нашел, и тогда тигр будет знать то, с чего он сейчас, по-видимому, не знает, а именно с каким медведем он имеет дело с Айда-Медведем. Было решено, что они выступят в поход завтра утром, и что кролик, который жил неподалеку от героя Тигры, пойдет сейчас домой и спросит тигру, что он завтра собирается сделать, потому что если он ничего не собирается, то как насчет того, чтобы отправиться на прогулы, захватить с собой пуха и питочка. Если тигр скажет да, то все в порядке, а если он скажет нет, он не скажет, сказал кролик, положитесь на меня. И он отбирался в путь, не теряя времени. Надавтра погода очень изменилась, можно сказать, что она превратилась в непогоду. Вместо солнца и тепла, холода и туман. Самому-то пуху было не страшно, но когда он себе представил весь мед, который пчелы не сделают, в этот день ему стало их страшно и жалко. Он сообщил это питочку, когда тот шел за ним, а питочок сказал, что он думал не только об этом, сколько о том, как грустно и холодно будет тому, кого как будто потеряют в этот день в чаще леса. Но когда они с пухом подошли к дому кролика, кролик сказал им, что день самый подходящий для их затей, потому что тигры всегда выскакивают вперед. И как только он вскроет звезду, они все убегут в сторону, и он их никогда больше не увидит. Совсем никогда? Да нет, до тех пор, пока мы его не найдем. Питочок. До завтра или еще когда-нибудь. Пошли, он нас ждет. Когда они подошли к дому Кинге, оказалось, что кошка Ру ближайший друг тигры тоже их ждет, и это портило все дело. Но кролик, прикрыв рот лапкой, шуму пуху, положитесь на меня и подошел к Кинге. Я думаю, что Ру лучше сегодня не ходить, сказал он. Сегодня не стоит. Почему? Спросил Ру, хотя предполагал, что он не слышно. Ужасный день, сказал кролик, качая головой. Про мозглая сырость, холод, это сегодня утром кашлял. Откуда ты знаешь, что негодованием спешил крошку Ру? Дорогой мой, а ты мне даже не сказал коричнево, сказал Кинга. Это был бисквитный кашлял, бисквитный, а не такой, о котором я рассказываю маму. Я все же думаю, что сегодня не стоит, говорит дорогой, как-нибудь в другой раз. Тогда завтра спросил Ру голосом, полным надеждой. Посмотрим с Калакинга. Ты всегда смотришь, а потом чего не бывает, причем с Калакинга. В такой день никто ничего не может рассмотреть, сказал кролик. Я полагаю, мы не пойдем не очень далеко. И к обеду все мы, мы, все мы. Ах, тигра, это ты, пошли. Всего хорошего, Ру. После обеда мы пошли, пух. Все готовы, отлично, пошли. И они пошли. Сначала кролик и пяточок шли рядом, а тигры носился вокруг них, описывая большие круги. Потом, когда тропинка стала уже, кролик, пяточок и пух вышли куськом друг за другом, а тигра описывала вокруг них петли. И, наконец, когда по обе стороны тропинки встала колючая стена чертополоха, тигра выбегал далеко вперед, то возвращался иногда, налетая на кролика, иногда и нет. И чем дальше они шли, тем гуще становился туман. Так что тигра стал по временам пропадать. И в тот самый момент, когда вы думали, что его уже совсем нет, он появлялся, выпаливая. Чего же вы к ходу? И прежде чем его успевать что-нибудь отвезти, снова исчезал. Кролик обернулся по тому пяточка. В следующий раз сказал он, передай пуху. В следующий раз сказал пяточок пуху. Что в следующий? Сказал пух пяточку. Тигр неожиданно появился, налетел на кролика и снова исчез. Пора, сказал кролик. Он свернул на прогарину, пересекавшую тропинку. И пух и пяточок помчались за ним. Они притаились в высоком паприднике, прислушиваясь в лесу. Было очень-очень тихо, они ничего не видели, ничего не слышали, сказал кролик. Я и так сказал пух. Это святопыт и снова наступило молчание. Эй, сказал тигр, так близко от них и так неожиданно, что пяточок, наверное, подскочил бы, если бы не оказалось, что на большей его части сидит пух. Где вы? Алло, закричал тигра. Кролик потолкнул локтем пуха и пуха вельнулся в поисках пяточка, чтобы потолкнуть его локтем, но не нашел его. А пяточок продолжал вздыхать запах сырого папоротника, стараясь дышать как можно тише. И чувствовался очень храбрый. Чудеса, сказал тигр. Наступила тишина, из-за постоянного мгновения они услышали его удаляющийся топот. Они подождали еще немножко, и в лесу снова стало тихо. Так тихо, что еще немножко, и им стало бы страшно. Кролик встал и потянулся. Ну, шепнул он с гордостью. Вы видали? Все, как я говорил. Я вот думал, сказал пух. Я думаю, нет, сказал кролик, не надо, бежим, пошли. Все они во главе с кроликом пустились на утек. А теперь, сказал кролик, когда они порядочно проезжали, мы можем поговорить. Что ты хотела сказать, пух? Да ничего особенного, а почему мы сюда идем? Потому что это дорога домой. А, сказал пух, а по-моему нам надо взять правее тревожный скопычок. А ты что, думаешь, пух? Пух подстрелил на свои перене лапки. Он узнал, что одна из них была правая. Знал, что он кроме того, что если решит какая из них правая, то остальная будет левая. Но о ней никого не мог вспомнить, с чего надо начинать. Ну, он начал пухнуть решить. Пошли, сказал кролик, я отлично знаю дорогу. Они пошли, спустя 10 минут они снова остановились. Все очень смешно, сказал кролик. Но мне вдруг пока... Ах, конечно, пошли. Ну вот мы и ту, сказал кролик, спустя еще 10 минут. Нет, кажется. А теперь, сказал кролик, спустя еще 10 минут. По-моему мы должны быть у... Или мы взяли немного правее, чем я думал. Прямо чудеса, сказал кролик, спустя еще 10 минут. Почему это в тумане все выглядит одинаково? Смешно. Вы заметили это пух? Пух сказал, что заметил. Слава богу, что мы так хорошо знаем наш лес, а то мы могли бы заблудиться, сказал кролик через полчаса. И он смеялся так беззаботно, как может смеяться только тот, кто так хорошо знает лес, что не может в нем заблудиться. Пилчок чуть-чуть упрят, стал и подобрался к пуху сзади. Пух шепнул. Что, Пилчок? Ничего, сказал Пилчок и уступил собаку у пуху, я просто хотела быть поближе к тебе. Когда тигр перестал ждать, что остальные найдут его, и когда ему надоело, что рядом нет никому, по кому бы он сказал, эй, пошли что ли? Он подумал, что надо пойти домой. И он побежал назад. Первое, что сказал Кенгал, увидев, дав его, это... Смелый тигр, как раз пора принимать рыбий жир. И она налила ему полную чашку. Крошка Ру с гордостью заявил, а я уже принял. И тигр, полагатив, все, что было в чашке, сказал, и я тоже. А потом он и Ру стали дружески толкать друг друга. И тигр случайно перевернули один и два стула нечаянно. А крошка Ру случайно перевернул один нарочно. И Кенга сказала, а ну пойдите побегайте. А куда нам бегать, спросил Крошка Ру. Пойдите, соберите мне шишек на растопку, сказал Кенга, и делаем корзинку. И они послушно отправились к шести шостам и стали кидать друг друга шишками. И за этим приятным занятием забыли, зачем они пришли в лес. И забыли за одну корзинку под деревом. А сами отправились домой обед. Обед как раз подходил к концу, когда Кристофер Робин загнул дверь. Где Бог, спросил тигра, детка, где Бог, спросил Кенга. Тигр стал объяснять, что произошло. И в то же самое время Крошка Ру стала объяснять про свой бисквитный кашель. А Кенга стал уговаривать их не говорить одновременно. Так что пошло немало времени, пока Кристофер Робин понял пух печок. Кролик бороли где-то в тумане, заблудившись в лесной чаще. Смех от Ашкина, тигра, крошки Ру. А вот тигры никогда не могут забыли. А почему они не могут, тигра? Не могут, и все, тут объяснил тигры. Так уже они устроены. Что ж, сказал Кристофер Робин, надо пойти и отыскать их. Вот и все. Пошли, тигра. А можно я тоже пойду отыщу их, взволнованно спросил Ру. Я думаю, не сегодня, дорогой мой, сказал Кенга. Как думать в другой раз? Ну ладно, а если они заблудутся завтра, можно я тогда отыщу их? Посмотрим, сказал Кенга и крошка Ру, который отлично знал, что это означает, ушел в угол и начал упражняться в прыжках. Отчасти потому, что он хотел попрыгать, а отчасти потому, что он не хотел, чтобы Кристофер Робин и тигра заметили, как он огорчен, что его не взяли. Итак, сказал Кролик. Мы умудрились заблудиться такого факта. Все трое отдыхали в маленькой ямке с песком. Пуху ужасно надоела эта ямка с песком. Но он серьезно подозревал, что она просто-таки бегает за ними по пятам, потому что куда бы они ни направились, они обязательно натыкались на нее. Каждый раз, когда она появлялась из тумана, Кролик торжествуюсь и заявил. Теперь я знаю, где мы, и Пух грустно говорил. Я тоже. Петчок вообще ничего не говорил. Он старался придумать, чтобы такое ему сказать. Но единственное, что ему приходило в голову, это помогите, спасите. А говорить это было бы, наверное, глупо, ведь с ними был Пух и Кролик. Все долго молчали. Ну что ж, сказал Кролик, по-видимому, все это время, напрасно ожидавшись, что его поблагодарят за приятную прогулку, пожалуй, надо идти. А что, если начал Пух не спешить? А если как только мы потеряем эту яму или думаем, постараемся опять ее найти? Какой в этом смысл? Ну, сказал Пух, мы все время ищем дом и находим его. Я и думаю. Что, если мы будем искать эту яму, то мы ее обязательно не найдем? Потому что когда мы, может быть, найдем то, чего мы как будто нищим, оно может оказаться тем, что мы на самом деле ищем. Не вижу в этом большого смысла, сказал Кролик. Нет, сказал Пух, скромно. Его тут нет. Но он собирался тут быть, когда начинал говорить. Очевидно, с ним что-то случилось по дороге. Если я пойду прочь эту яму, я потом пойду обратно к ней, то, конечно, я ее найду. Сказал Кролик. А вот я думал, что, может быть, ты ее не найдешь, сказал Пух. А почему-то... Я почему-то так думаю. Ты попробуй, сказал мне, жидный петчок. А мы тебя тут подождем. Кролик выкнул, чтобы показать, какой петчок глупый. И скрылся в тумане. Отойдя шагу в стол, он вернулся и пошел обратно. И после того, как Пух и петчок прождали его 20 минут, Пух стал. Пух закричал петчок даже от волнения. Ты разве не знаешь дорогу? Нет, сказал Пух. У меня в буфете стоит 12 петчков меда, и они уже очень давно зовут меня. Я не мог как следует их расслышать, потому что Кролик все время тараторил. Но если все, кроме этих 12 петчков, будут молчать, то я думаю, петчок, я узнаю, откуда они меня зовут. Идем. Они пошли, и долгое время петчок молчал, чтобы не перебивать петчки с медом. И вдруг он легонько писал. А потом сказал, о, потому что начал узнавать, где они находятся. Но он все еще не осмелился сказать об этом громко, чтобы не испортить дело. И как раз в тот момент, когда он уже был настолько в себе уверен, что стало неважно, слышно ли петчки или нет, впереди послышался оклик, и из тумана вынорнул Кристофер Робин. Ах, вы здесь, сказал Кристофер Робин, небрежно стараясь сделать вид, что нисколько не волновался. Мы здесь, сказал Пух, а где Кролик? Я не знаю, сказал Пух. Да ну, я думаю, тигр его найдет. Он, кажется, пошел вас всех искать. Хорошо, сказал Пух, мне нужно идти домой, чтобы подкрепиться. И петчку тоже, потому что мы до сих пор не подкрепились. И я спрошу собственности, Робин. Он проводил Пуха домой и пробыл там очень немалое время. И все это время тигр носился по лесу громко рыча, чтобы скорее найти кролика. И, наконец, очень маленький и грустный кролик услышал голос, и этот маленький и грустный кролик кинулся на голос сквозь туман, и голос неожиданно превозился в тигру. Доброго тигру, большого тигра и спасительного и выручательного тигру. В тигру, который выскакивал, если он вообще выскакивал. Гораздо лучше всех тигров на свете. Милый тигр, а как же я рад тебя видеть, закричал кролик.